Вихри и грозы спецназа. 14 октября 2019 года. Вихри и грозы спецназа. Источник изображения. В конце 80-х годов на вооружение советских подразделений специального назначения были приняты снайперская винтовка ВСС «Винторез» и автомат «Асвал» под дозвуковой патрон 9Х39ММ. Эти модели надолго стали верными и тихими спутниками бойцов антитеррора при проведении специальных операций. Вместе с тем крупный калибр в 9 мм с высоким останавливающим и пробивным действием интересовал и борцов с криминалом. Рожденный валом и ставший вихрием. Помимо возможности беспламенной и бесшумной стрельбы из оружия с глушителем, патроны СП-6 мог на дистанции 100 метров пробить стальной лист статьи А3 толщиной в 6 мм. Таким образом, убрав глушитель с автоматовал, можно было получить мощное и малогабаритное оружие специального назначения с возможностью скрытого ношения. Именно так в Климовском ЦНИТОЧМАШ поступил конструктор АД. Борисов в 1989 году, он снял с автомата АС-глушитель, а на среднюю часть ствола установил муфту для закрытия отверстий в стволе. Макет автомата со стойкой мушки, установленной на дульную часть ствола, показал обнадеживающие результаты. Работы над прототипом оружия решили продолжить. Автомат SR-3 с патронами СП-6 Источник изображения. К 1991 году автомат претерпел кардинальные изменения по сравнению с макетом. Был создан новый перспективный образец оружия, получивший индекс РГ-051. Вместо выступающей рукоятки перезаряжания новый механизм перезаряжания разместился в передней части оружия над стволом в виде ползуна с двумя упорами с крупной насечкой по обе стороны ствольной коробки. Автомат имел новое более удобное цевьё, диоптрийный нерегулируемый целик и регулируемую мушку с кольцевым предохранителем. Приклад стал лёгким и компактным, складывающимся сверху автомата, как у опытного автомата АО-46. Можно заметить, что как общая концепция, так и отдельные конструктивные решения навеяны самым успешным на тот момент оружием антитеррора немецким пистолетом-пулемётом. Хеккала Амперсант Котч МП-5 Сотрудники управления АФСБ с автоматами СР-3, оснащёнными глушителями ГЗВ СР-3 источник изображения С 1993 по 1996 год доработка автомата велась в интересах ФСБ России в рамках опытно-конструкторских работ, ОУКР, Вихрь. После опытной эксплуатации в подразделениях специального назначения и успешного завершения государственных испытаний автомат СР-3 был принят на снабжение подразделений ФСБ. Основные изменения по сравнению с предшественником заключались в открытых прицельных приспособлениях, двустороннем предохранителе на уровне большота пальца стрелка, специальной муфте на дульной части ствола и новой затворной раме с выемкой вместо выступа. Полный боекомплект СР-3 составил 80 патронов, 2 магазина по 10 патронов и 3 по 20. В дальнейшем Центр специальной техники ФСБ разработал к автомату съемный глушитель ГЗВ СР-3. Со временем разработчик передал производство СР-3 на Тульский оружейный завод, который уже занимался серийным выпуском ближайших сородичей винтовок ВСС и автоматов АС. Автомат СР-3 выпуска Тульского оружейного завода «Источник изображения». Вот что об автомате «Вихрь» на страницах журнала «Оружие» писал майор «Ветер», один из инструкторов ЦСН ФСБ. Автомат, посылающий в цель за 2 секунды полкила железа крупнокалиберных бронебойных пуль, на планете один. При удержании за цевьё, ствол полностью в руке стрелка «Великолепная управляемость». Скорострельность «Вихря» вызывает истерику и не умеющих стрелять короткими или длинными очередями. Полная непригодность для внешнего тюнинга сделала самое смертоносное оружие и самым забытым. Количество задержек на 800 выстрелов за день без чистки одна. Бесшумность «Вихря», скорострельность, управляемость, габариты, эргономика. В этом он превосходит всех. Доставайте «Вихрь» из оружейки и он этого достоин. Тульский конкурент и успех калибра 9Х39ММ среди спецов не оставил равнодушным и других оружейных разработчиков. В разработке стрелкового оружия традиционно сильны позиции у тульских оружейников. Именно они в начале 90-х годов предложили силовым структурам сразу несколько вариантов решения специального вооружения под патрон 9Х39ММ. Это ОЦ-12ТС и ОЦ-14 «Гроза», которые представляют собой переделку автомата АКС-74У для стрельбы патронами СП-6. Стрелково-гранатометный комплекс «Гроза» так и остался единственным в своем роде конструктором для бойца спецназа, из которого он по своему усмотрению мог собрать три варианта автомата – штурмовой, малогабаритный и специальный. С присоединенным подствольным гранатометом ОЦ-14 и вовсе превращался в мощное штурмовое оружие. ОЦ-14-4А – конструктор для спецназа источник изображения VK.com slash Lazarov Tactical Наиболее успешным стал малогабаритный автомат образца 1991 года под индексом 9А91, принципиально мало чем отличающийся от своего конкурента SR-3. Уже к 1994 году он получил боковую планку для установки прицелов и возможности использования глушителя. Относительно небольшая стоимость, универсальность образца и высокие характеристики позволили принять эту модель на вооружение внутренних войск, МВД и Министерства юстиции. В довесок тулики, но уже с патронного завода, предложили более дешевую альтернативу климовским патронам SP-5 slash SP-6. По заверению разработчика, на дистанции 100 метров патрон Pub-9 мог пробивать 8 мм стальную пластину, что на треть выше показателя SP-6. Автомат 9А91 в сравнении с автоматом масс-источник изображения повторная модернизация овала. Все это время автомат SR-3 вполне успешно эксплуатировался в различных подразделениях, но с течением времени потребовал модернизации. На этот раз за усовершенствование автомата взялся П.И. Сюрдюков, конструктор пистолета Гюрза. Он решил действовать почти с чистого листа, взяв за основу нового автомата не SR-3, а классический ЯС. Было решено не укорачивать имеющуюся конструкцию бесшумного автомата, а разделить ее на элементы. Универсальный стрелковый комплекс SR-3M, разработанный по техническому заданию ОКР внесения в 2000-2003 годах, был принят на вооружение ФСБ в 2004 году, а позднее появился и в других силовых структурах. Чертеж автомата SR-3M источник изображения Автомат SR-3M получил съемный глушитель, а в комплекте с оптическим прицелом и патроном SP-5 стал полным аналогом бесшумного вала. Без глушителя автомат превращался во все тот же малогабаритный SR-3. Вернулся трубчатый приклад, складывающийся в сторону. Автоматика системы также осталась неизменной. Цевье получило дополнительную складывающуюся рукоятку для удержания оружия при скоростной стрельбе. Целик перекидной двухпозиционный для стрельбы на дальность 100 и 200 метров. На боковой поверхности ствольной коробки имеются пять выступов типа «Ласточкин хвост» для крепления оптических прицелов. В комплект SR-3M входит оптический прицел PSU-1M-2-1, позволяющий увеличить прицельную дальность стрельбы до 400 метров. Дополнительно разработан металлический магазин повышенной вместимости на 30 патронов. Из-за изменений работы автоматики магазин на 20 патронов получил более мощную пружину и новый индекс RG-079. В комплект автомата все так же входит два стандартных магазина, но уже на 20 патронов, и три повышенной емкости на 30 патронов. Таким образом, боекомплект штурмовика вырос до 130 патронов. Со временем пополнился и арсенал боеприпасов для оружия. Появились более технологичные патроны 7N9 и 7N12, по своим характеристикам превосходящие SP-5 и SP-6 в среднем на 10%. Комплектация автомата SR3M источник изображения автомат SR3MP, доработанный в 2008-2010 годах с целью повышения тактических возможностей, получил дополнительные приспособления, имеющие планки Пикатинни, переднее нацевье для установки фонаря или лазерного целеуказателя, боковое в виде кронштейна на крепление Ласточкин Хвост для установки оптических дневных, ночных или каллиматорных прицелов, переходное устройство снизу рукоятки. Последний вариант удивил многих, для чего? Оказывается, приклад автомата можно отсоединить и, перевернув, установить на переходное устройство. Сделано это для возможности стрельбы в противопольном шлеме с опущенным забралом. С 2012 года в Губцнеточмаш ведет серийное производство автомата SR3MP. Конструктор Петр Сюрдюков демонстрирует SR3MP – источник изображения. 9-мм автоматы сегодня активно и успешно используются в специальных операциях как на территории России, так и за рубежом. За 30 лет разработано множество образцов оружия под девятку, многие из которых приняты на вооружение различных силовых ведомств. Старая разработка специального патрона калибра 9Х39ММ спустя годы себя полностью оправдала, а сам боеприпас 9Х39 занял достойное место среди советских автоматных грандов наряду с 5,45Х59 и 7.62Х39. Характеристики автоматов под патрон 9 вопросительный знак 39 наименование АМАМСР3MP9А901ОЦ144А. Индекс Р3СР3МСР3MP9А901ОЦ144А. Шифра крвихревнесения и возвышения ЕН, ДГРОЗА. Штатный патронс ПШТИСП67Н12ПАП9ПАП9. Масса без глушителя с пустым магазином, КГ2,12,382,572,02,74. Масса с глушителем, КГ2,75 раза 3,043,23Н-Д3,60. Длина с откинутым, сложенным прикладом, ММ-640-396675-410675-4105-94-373,5,00. Длина с откинутым, сложенным прикладом с глушителем, ММ-912-665 раза 970-700-970-700Н-Д720. Ширина с откинутым, сложенным прикладом, ММ-4564-90Н-Д44Н-Д. Высота, ММ-160-218215-270215-270190Н-Д. Емкость магазина, патронов 10-2020-3020-3020-3020. Длина ствола, ММ-156-156-N-DN-D240. Прицельная дальность, М200-200-200-200-200-200. Начальная скорость пули, М-С-295-295-N-D270300. Указаны данные с глушителем ГЗВ СР-3. Источники 9 ММ-пистолет, малогабаритный автомат. Инструкция по эксплуатации СР-3.000-E9 ММ-пистолет, модернизированный малогабаритный автомат. Руководство по эксплуатации СР-3М.000-R. Малогабаритный автомат 9А91. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 9А91.00.000-9,0 мм. 40 мм. Стрелково-гранатометный комплекс. Паспорт ОЦ-14-4ПССК МГУБОП МВД РФ. Памятка по обращению с 9ММ-малогабаритным автоматом ОЦ-12. Руслан Гук. Право на данный материал принадлежат УОСПОД. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.